Я в кассе протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Я не видел ни одной жалобы, что кому-то за рубежом не дают гражданство, вернее, наши не дают гражданство. Никто нет, кроме русских. Они стоят в очереди, над ними издеваются. Начиная с Первой мировой войны, австрийцы сделали специальные лагеря. Поэтому это позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими, миллионам нашим гражданам, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал. Скажите вашим детям, что вы не русские здесь сидите, а предатели русского народа. Сейчас на связи с нашей студией лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Максим Анатольевич, как вы, пожалуйста. Буквально через несколько минут он выйдет с нами на связь. Ну а сейчас депутат Единой России, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Максим Иванов. С нами Максим Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Да, объясните нам, пожалуйста, почему, собственно, был отклонен этот законопроект, чем это вызвано? Ну, мы на комитете рассматривали данный законопроект. Ну, безусловно, он противоречит институции, потому что в данном законопроекте не рассматриваются вопросы принятия гражданства русскоязычного населения, наших соотечественников, а говорится только о тех людях, у которых, ну, у мамы или у папы стоит в паспорте или стояла, ну, национальность русский. Поскольку у нас Россия является многостанциональной страной, да, вопрос сразу возник и у башкиры, у татары, и у других национальностей, и у Чуваши, а что же с ними тогда делать? И наш комитет говорит о том, что это, прежде всего, противоречит конституции с решением конституционного суда. Мы в данной ситуации отстаиваем интересы наших соотечественников за рубежом. Говорим о том, что необходимо упростить режим принятия в гражданство тех людей, которые жили на территории бывшего Советского Союза, являются носителем русского языка. Ну, может, с чего-то стоило бы начать, в конце концов, или, может быть, доработать законопроект так, чтобы там были учтены все другие национальности, проживающие на территории Российской Федерации? Я бы хотел напомнить, что президент Российской Федерации подписал два указа в апреле месяце, на основании которых мы в упрощенном порядке предоставляем вот таким категориям граждан, гражданство Российской Федерации. Это касается и Приднестровской республики, это касается и Донецкой, и Луганской республики, тех бывших граждан Российской Федерации, РСФСР, кто сейчас проживает в Египте, в Сирийско-Арабской республике и в других странах. То есть мы более широко подходим к этому вопросу, а не пытаемся внести какие-то разногласия между русскими, татарами, башкирами и чуваками. Хорошо, сейчас, Максим Анатольевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы дозвонились до лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Но вы, вы слышали, да, вы тот человек, который вносит раздор между русскими, татарами, башкирами и прочими-прочими националистами, проживающими на территории нашей страны. Вот так считает ваш коллега по Госдуме. Максим Анатольевич Иванов только что высказал именно эту мысль. Пожалуйста, что вы можете ответить? Наш закон упрощает процедуру предоставления гражданства русским, которые сегодня находятся за рубежом. В основном это Украина, Прибалтика и бывшие республики Советского Союза. Только об этом идет речь. А все остальные также могут пользоваться, так сказать, и получать российское гражданство. Какой, так сказать, раздор? Это тупость просто. Кто так говорит, это чек, ничего не понимает. Владимир Вольфович, может быть, сказал... Мы что-то не давать гражданство, что ли? Может, стоило сказать не русские, а русскоязычные, чтобы расширить базу тех, кто хочет получить гражданство? Ради бога, если надо, во втором чтении мы могли вообще везде заменить слово русские на соотечественники. Любой национальности, любого вероисповедания. Иммиграция наша, например, царская иммиграция. Правнуки сейчас живут во Франции, и они пускай получают гражданство. Но речь идет о русских, поскольку они страдают. Сегодня в 4 утра обстреляли Донецк. Там погибали русские, не татары, не башкиры, а русские. И русские школы закрывают, и русский язык запрещают, и русская телевидение убирают. И в этом же проблема. Пожалуйста, мы во втором чтении готовы были бы, так сказать, дать другую формировку. Все соотечественники. Но проблема-то с русским народом. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, я хочу у вас спросить. Вы готовы сейчас услышать, ну, может быть, реплику от того человека, который, собственно, готов с вами, видимо, подискутировать? Это депутат Единой России Максим Иванов. Максим Анатольевич, вы с нами? Давайте, пожалуйста, на связи, Владимир Вольфович, давайте послушаем. Я, конечно, с вами. Да, вот, пожалуйста, может быть, вы друг друга просто не поняли в зале пленарных заседаний? Да, они просто не поняли, они решили, что мы таким даромом остаемся только русские. Они не поняли ничего, они законы... Владимир Вольфович, давайте сейчас послушаем вашего оппонента, чтобы... Давайте, давайте. Пожалуйста, Владимир Вольфович. Мы с уважением относимся к Владимир Вольфовичу, его озабоченностью данной ситуации. Если бы в законопроекте говорилось о наших соотечественниках, носителях русского языка, безусловно, большинство бы поддержало данный законопроект. Но поскольку в данном законопроекте говорится только о людях, чьи родители были в паспорте, у них прописаны, там, в среде срождения, что папа или мама русский, но, безусловно, это вносит определенные непонимания и противоречия Конституции Российской Федерации. А то, что касается облегченного получения гражданства нашими соотечественниками, то, безусловно, вот эти два указа президента Владимира Владимировича Путина, да, и те законопроекты, которые находятся на рассмотрении, в ближайшее время они внесут облегчение при получении гражданства нашим соотечественникам и носителям русского языка. Владимир Владимирович, ваш ответ, пожалуйста. Значит, никакого противоречия с Конституцией нет. В Конституции главное противоречие. Там перечислены все народы, их образование на территории России. Но ни слова не сказано о русских. Ни одного слова. Русского народа вообще нету по этой Конституции. Поэтому на эту Конституцию ссылаться, это просто люди не понимают, что они говорят. Там главного нет, там вообще ничего не сказано про русский. Второе. Он же сам сказал, товарищ из России, что если будет написано соотечественники, то они проголосуют. Так мы согласны, пожалуйста, во втором чтении мы везде слово русский убираем из текста и пишем соотечественники, соотечественники. Там два-три раза употребляется слово русский. Мы же не против, мы же не говорим только русских. Мы говорим, пожалуйста, если вы считаете, что данный закон ограничит права других, нерусских, получить ускоренную процедуру, мы заменим. Для этого есть три чтения. Но они же не хотят вообще принимать. Я вам объясняю, почему не хотят. Почему? Они хотят этот закон подать от Единой России. И снова себе плюс. Вот смотрите, Единая Россия защищает русских за рубежом. Вот чего они хотят. Смотрите, что он ссылается. Что уже есть облегченная процедура для жителей Донецкой области и Луганской. А остальные регионы, а Прибалтика, а Средняя Азия, ну везде, где живут русские на высших республиках. Это же не касается указ президента. Касается только жителей Луганской и Донецкой. Владимир Вольфович, тогда может вам стоит в вашей фракции доработать законопроект на следующем, так сказать, сессии вынести. Мы готовы, но они не будут принимать. Им нужно принять от себя, что это они добились, что они стали на защиту русского народа. У них для того, чтобы поднять свой рейтинг. И они же так 30 лет делают. Максим Анатольевич, согласны с такой трактовкой? Ну, безусловно, нет. Я еще раз убеждаюсь, какой гениальный политик у нас Владимир Вольфович. Кто бы спорил? В случае, если бы мы внесли изменения в то, что он говорит, безусловно, концепция законопроекта поменялась бы. Что касается внесения за Единой России или нет, сегодня я докладывал законопроект, касаемо до 2010 года, кто получал гражданство Российской Федерации, которые в силу тех или иных обстоятельств признаны недействительными, сейчас мы даем право людям вступить в российское гражданство. И вот авторами данного законопроекта являются представители и Коммунистической партии, и Справедливой России, и Единой России. Поэтому здесь нет партийной принадлежности. Наша основная задача облегчить нашим соотечественникам, русскоязычным гражданам, носителям русского языка вхождение в российское гражданство. Сегодня на пленарном заседании парламент разделился, вся фракция КПРФ поддержала законопроект. Трое единороссов и четверо представителей. Три единороссов поддержали, и три справедливой России. Так что, видите, нет единства. Если мы говорим о выступлениях по данному законопроекту, который внесли наши коллеги из ЛТБР, то выступления от фракции все показали единодушие, что кроме фракции ЛДПР, что все не разделили их позицию, и не хотят делить российский народ, наш, на русских, татар, башкир, чувашей и прочих. Поэтому здесь необходимо подходить взвешенно. У нас работают рабочие группы, у нас есть экспертные группы. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству. Иван Костичич Сухарев, кстати, входит, представитель ЛДПР, входит в наши экспертные сообщества. Поэтому у нас идет активный, открытый диалог, и мы готовы к этому. Поэтому мы настроены на то, чтобы, в принципе, нашим соотечественным гражданам было легче вступать в гражданство Российской Федерации. Понятно. Но вы же обманываете сейчас все общественное мнение нашей страны. Мы об этом говорим 30 лет, 10 лет, 20. Вы же не принимаете закон. Вы сейчас в наглую обманываете всех граждан России. Да, мы примем, давайте поможем. Но стоит нести закон, вы его будете зарубать. Посмотрите, по действующему закону в 15-м году российское гражданство получилось всего 1 тысяча... Огромная просьба ответить на вопрос, точнее, комментарий нашего радиослушателя. Носитель русского языка, ну, скажем так, из Средней Азии сегодня ножом ударил нашего полицейского. И что им гражданство давать, ответь Максим Иванов, спрашивает Максим Анатольевич. Да, вот давайте, пусть отвечает Максим Анатольевич. Максим Анатольевич, давайте, пожалуйста. Носители русского языка из стран Средней Азии, они подносятся к несколько другой категории, да. То есть здесь, наверное, человек приехал, получил патент. Мы говорим о тогда трудовых мигрантах. И здесь подменять понятия, наверное, не стоит. Мы здесь говорим о том, кто у нас являются нашими соотечественниками, теми русскоязычными гражданами, которые проживают за рубежом, а кто хочет вернуться обратно. Причем большая часть этих людей, она, безусловно, вернулась в Россию и уже здесь живет и работает. Мы говорим, наверное, о тех людях, которые проживают на юго-востоке Украины, наверное, где-то в Казахстане или еще в каких-то странах, кто хочет вернуться обратно. И для них у нас соответствующие законы уже приняты для упрощения гражданства. Если какие-то шероховатости есть, сейчас рабочая группа у нас дорабатывает и принимает это. Сейчас же говорим о том, что принимая вот этот закон, о том, что папа или мама были русскими, и поэтому ты можешь принять... Вот я, честно говоря, не стоя на то, что моя фамилия Иванов, да, у меня мама татарка, папа русский. Я представляю, если бы мы жили за рубежом, как бы, они могли прийти в российское гражданство, если у мамы нет ни папы, ни мамы, ни русскими. И что, если земли тогда у нас, получается, рушатся или еще что-то? Вот давайте сейчас... Подождите, а почему в Израиле никого не смущает? Если ты, простите меня, по маме и еврей, так бог ради, или то же самое с Германией. Почему, Владимир Владимирович, вы же эти примеры хотели привести, правильно? Вы говоря о зарубежном опте. Смотрите, вот товарищ говорит в Союзе России, что это какая-то вражда будет или там как-то рассказ... Ну где заявления татар, башкир, якутов, которые недовольны, что... А вот сейчас я вам прочитаю, Владимир Владимирович, послушайте. Никто же не против... Не-не-не-не, вот как раз к вам вопрос, лично к вам. Я сам татарин с узбекским гражданством, пишет нам Талгат. Мои бабушки и дедушки родились и какое-то время жили в Кировской области, в Яцкие поляны. Я 8 лет не могу получить российское гражданство, хотя у меня жена россиянка, трое детей. А упрощения для меня, как для татарина, такие же, как я, нет. Все такая же бюрократия везде. Вы попробуйте съездить в миграционный центр Сахарова и поймете, как сложно все эти барьеры проходить, пишет нам Талгат. Что ответите на это? Вот, закон, который мы приняли в 2002 году, он дает срок 8 лет для всех. Там нет различия, русские, не русские. И 8 лет все должны обивать пороги. Часто документы устаревают, мучаются. Если у вас есть деньги, взятка, 700 тысяч, вы через месяц будете гражданином России. Но мы хотим в рамках закона хотя бы для русских быстрее это сделать, ибо их расстреливают каждый день и зажимают ротом, их выдавливают везде. Назовите необходимый случай, чтобы где-то за границей пострадал Татарин, Башкир, Якут, любой, назовите, нигде этого нет. Тогда только русские. Это надо понять. Мы же из этого исходим. У нас в СССР было 155 миллионов русских. Сегодня в России 120 миллионов. Где 35 миллионов? Они все живут за пределами. Именно русские, о них идет речь. Ибо крымские татары, их выслали незаконно в Узбекистан. Они вернулись на родину в Крым. А русские... Либо они стали украинцами, крымскими татарами и прочими людьми, которые просто переписали свою национальность, когда переехали куда-то. Мы здесь говорим о том, что если кто хочет вернуться, безусловно, есть какая-то коррупция, есть какие-то недопонимания, в том числе и в центре Сахарова, где выдают разрешение на временное проживание, гражданство и прочее. Но с этим надо бороться вместе. Для этого мы и делаем облегченный порядок предоставления гражданству. Поэтому мы берем припоры. Сегодня мы в первом чтении приняли законопроект, если до 2010 года получил паспорт, и сейчас его не признают. У меня много таких обращений, в том числе много с Омской области, у людей, которые служили на границе с Казахстаном, переехали, но не могут сейчас получить. Им признают, что они неправильно получили гражданство. Мы сегодня в первом чтении приняли закон, где отсекаем. Десятый год до 2010 года получил. Пожалуйста, давайте до 2025 года подавайте заявление, вы получите российское гражданство в течение трех месяцев. Максим Анатольевич, а вы можете объяснить, почему мы так трясемся о российском гражданстве? Почему мы с таким трудом, с таким скрипом его предоставляем? Ну что же у нас такие припоны? Люди рвутся, хотят стать гражданами России. Нет, не надо. Вот там до 2010, 2015, 2020 и прочее. Подождите, вот в тему сообщения Эмиль Безяев пишет нам. Я получал гражданство 16 лет. Родители родом из России выезжали в Узбекистан, в СССР. В Узбекистан, в СССР тогда. По приезде в 1992 году получили гражданство. А я смог только в 2009 году. У меня уже была семья и сын. Татарин из Узбекистана с российскими корнями. Вот что же такое? Ну что это такое? Ну, Максим Анатольевич, ну сколько можно мучить людей-то? Издевайся с людьми. Издевайся с людьми. Издевайся с людьми. Я с вами согласен. Именно с теми остальными. Мучить мучить не надо. Я понимаю, что в принципе есть какие-то, ну скажем, перегибы. То есть и поэтому с новым начальником главного управления по вопросу эмиграции сейчас у нас и более широкое, более открытое обсуждение всех этих вопросов. С привлечением общественности, с привлечением общественных организаций, с привлечением гражданского общества. Для того, чтобы процедура стала максимально комфортной для людей, чтобы максимальное количество людей, которые хотят вернуться и стать гражданами России, вернулось. Поэтому очень многое поменялось за последний год. И я думаю, будет еще больше меня. Максим Анатольевич, ну это слова уж, простите, бога ради. Потому что люди, которые сюда приезжают, проходят эти круги ада. Мы с вами каждый конкретный случай будем разговаривать. Вот я на прошлой неделе был на рабочей группе в администрации президента. Там тоже все этим озабочены. И сейчас вот то, что было год назад, то, что сейчас, это небо и земля. Безусловно, в толчок дают и такие законопроекты, которые вносят наши коллеги из ЛДПР в том числе. И тот общественный резонанс, который происходит в стране, когда людям в той или иной степени отказывают гражданство. Скажите, пожалуйста, у нас есть в стране титульная нация или ее нет? Ну, конечно, есть. Что это за нация? Проживая в российской нации. Нет, секундочку. Российская нация? У нас нет российской нации. У нас есть русский народ. Русский народ, согласен. Но у нас русский народ. Почему они не имеют право быстрее приехать на родину? У них нет другой родины. Почему? Ответьте, Максим Анатольевич, Владимир Вольфович, и нам здесь в студии. Почему? Ну, государствообразующая нация, по которой язык государственный русский, за который народ Сталин поднимал тост в мае 45-го, вы сегодня депутаты и советских парламентов, и нынешние 30-40 лет не хотите дать возможность русским вернуться на родину. Понимаете, вы мешаете? Да мы за, Владимир Вольфович. Русский, кто хочет, уже все вернулись. Кто хочет, тем поможем. Все вернутся к нам на родину, кто хочет. Все русские. Так вот хотят и стоят в очереди. Восемь лет, шестнадцать лет. Они на вере уезжают в Канаду. Они по всему миру разбрелись. Пока вы думаете, рабочие группы создаете. 30 лет прошло. Вашей Единой России не было в прошлом веке. Вы появились вот в 99-м году. Ну что ж, политика меняется, меняются политические партии. Вместе вот эти все препоны убрать, чтобы все было максимально комфортно и хорошо. Приглашаем и вас, журналистов, на заседание нашего комитета, на заседание нашей рабочей группы. Максим Анатольевич, в идеале. Владимир Вольфович предлагает следующие критерии. Если твои родители по национальности русские, то ты имеешь право на упрощенную процедуру гражданства. Да, по соотечественной. Вы давать немедленно паспорт. Вот, давайте немедленно. Вы какую видите, ну я не знаю, какую упрощенную схему получения российского гражданства? Для какой категории? Для носителей русского языка, для наших соотечественников, которые проживали на территории бывшего Советского Союза. Вот для них необходимо сделать максимальные комфортные условия для возвращения. Будь независимо, украинцы это там, русские, башкиры, татары. Если ты проживал на территории Советского Союза, имеешь общие корни, общую культуру, общую на... Ох, 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 как долго будете вы рассматривать на просвет. Я, конечно, понимаю, что всем давать штамповать гражданство тоже нельзя, но это не упрости значительно. А у нас такая проблема в Приднестровье, извиняюсь, вот такая проблема существует в Приднестровье сейчас, что всем штампуют, к сожалению, да. То есть сейчас и сейчас будем как бы делать так, чтобы приезжали только наиболее, ну, те, кто действительно имеет отношение, да, а не те, кто заехал через Приднестровье, хочет заехать. Давайте, Владимир Фольфович, давайте. Смотрите, мы всем дали беспромедление жителям Абхазии российское гражданство. Осетия и Южная тоже. Южная Осетия. Почему же русским вы не хотите сдать? Что вы там не ставили препоны? Да мы хотим, Владимир Фольфович, мы стоим всем, кто обращается. Я не понимаю, почему возникнет вопрос. Я объясню, Максим Анатольевич, вопрос возник очень просто. Сейчас уж просить, Владимир Фольфович, что называется с русского на русский, переведу. Если дают упрощенную процедуру получения российского гражданства жителям Южной Осетии, Абхазии, ДНР, ЛНР по конкретному признаку, почему этим признаком не может быть русский? Почему национальность русской не может быть этим принципом? Но в каждом, каждая конкретная судьба, у каждого есть своя история. И в каждом конкретном случае нужно, ну не то что разбираться, смотреть документы и, как вы правильно говорите, всем подряд давать. Разобрались и дали. Здесь, я думаю, что, ну опять же, у меня в практике, да, обращение от русских, которые не могут получить гражданство, ну единицы, наверное, из-за нервно-сторопности действий нашей управлениями гражданством. Спасибо.